Недалеко от пещер 40 по дороге между Кириат-Гатом и Бейт-Шемеш находится национальный парк Бейт-Губрин. Парк состоит из раскопок древнего города, множества пещер и Бейт-Губрин с остатками Римского театра. Римский театр был построен во второй половине второго века нашей эры и служила по всему изначальному предназначению на протяжении примерно 200 лет до конца четвертого века нашей эры. Предположительно, это появление пришло в негодность во время сильнейшего землетрясения, произошедшего в мае 363 года. Амфитеатр Бейт-Губрин мы посетили после пещер 40 древними раскопками и развалинами редко кого удивишь в Израиле. Каждый раз, посещая такие места, я испытываю противоречия чувств. С одной стороны, всегда интересно увидеть созданные заново творения вековых давностей, с другой стороны, реконструкция и восстановление незаметно стирают отпечаток времени. Кроме того, часто древние объекты реконструируют для использования современниками. После этого количество исторических артефактов там значительно уменьшается. Слово арена происходит от латинского arena и означает оно песок, песчаное место, площадка для борьбы. Пол в римских амфитеатрах посыпали песком для впитывания крови, а под моими ногами шуршал гравий, обычный серый гравий. Рядом с амфитеатром находится древняя крепость и базилика. Вернее, то, что всего этого осталось. Главный объект это базилика. Неплохо сохранился. Ее фасад, колонны, арки. Из базилика есть прямой вход в крепость. Бродить в этой крепости можно по деревянным мостикам. На территории крепости имеются помещения, которые сегодня оборудовали электричеством. Укрепили лестницы, расчистили от камней. Эти помещения сегодня используют для презентации. И напоследок, что еще мне понравилось в Пейт Кубрин? Отсутствие толпы туристов. Здесь можно гулять без гида, без группы и фотографироваться и множество снимать видео. Так что всем, друзья, кому понравилось, ставьте лайки. Всем добра. Bye! Субтитры сделал DimaTorzok